Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет Цикл видеоуроков по тавсиру Корана Устаза Ирсина Амре Абу-Юсуфа Урок 41. Сура Аль-Бакара. Аяты 149 по 151. Субтитры создавал DimaTorzok Иншаллах, по воле Аллаха, мы продолжаем наш урок по тавсиру Суры Аль-Бакара. И на прошлом уроке мы остановились на 148 аяте. Далее в 149 и в 150 аятах Аллах Субханава Тааля говорит И откуда бы ты не вышел? Здесь имеется в виду, где бы ты ни находился, обращай свой взор в сторону мечети Аль-Харам, ибо воистину это Кибла, истина твоего Господа. Твой Господь не находится в неведении относительно того, что вы делаете. И Он знает обо всем. Откуда бы ты ни вышел, обращай свой взор в сторону мечети Аль-Харам, и где бы вы ни находились, обращайте ваши взоры в сторону мечети Аль-Харам. Поступайте так, чтобы у неверующих, мушриков и иудеев, не было против вас доводов. Однако среди них будут нечестивцы, которые будут приводить несостоятельные доводы. Не бойтесь их, мушриков. Бойтесь меня одного, чтобы я довел свою милость к вам до конца, и вы бы последовали прямым путем. Еще раз сказано, бойтесь меня одного. То есть Аллах, субханава та'аля, здесь подтверждает предыдущее веление о перемене Киблы. В предыдущем аяте было сказано. Эти же слова вновь повторяются в 149-м аяте. В этом аяте нет слов, но сказано. То есть, откуда бы ни вышел, обращай свой взор в сторону мечети Аль-Харам. И эти слова повторяются в последующем аяте. И где бы вы ни находились, обращайте ваши взоры в сторону мечети Аль-Харам. Возникает вопрос, почему эти аяты повторяются? В чем заключается мудрость такого повторения? Человек, которому трудно понять это, может подумать, к чему это повторение? Ведь в предыдущем аяте эти слова уже были сказаны. В чем польза от этого? На этот вопрос наши имамы отвечают следующим образом. Аллах, субханава та'аля, повторяя аят три раза, поднимает три важных момента. В первом случае Аллах, субханава та'аля, говорит. То есть иудеи и христиане, обладатели Писания, знают, что приказ обратиться лицом к Ибли является истиной. На прошлом уроке я рассказывал об ученном по имени Абдуль-Ахад Дауд, который перешел из христианства в ислам и написал книгу, где он подробно разобрал эти вопросы, а именно подробно разобрал значение слова «мисфа». И привел доказательство, что в Писании иудеев и христиан упоминается о Каабе. Здесь Аллах, субханава та'аля, говорит именно об этом. «Поворачивай свой взор в сторону Каабы». И второй момент. Люди Писания знают о том, что это истина. В следующем, 149-м аяте Аллах, субханава та'аля, говорит. «И откуда бы ты ни вышел, всегда поворачивай свой взор в сторону мечети Аль-Харам». «Ибо поистине перемена Кыблы – истина твоего Господа». То есть Аллах, субханава та'аля, говорит о том, что перемена Кыблы – само по себе истина от Аллаха. Прочитав предыдущие аяты, люди могут подумать, что перемена Кыблы на Каабу в Микке произошла только по желанию пророка, алейхи саляту вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи салям, желал, чтобы Кыбла переместилась в сторону Каабы. Поэтому Аллах, субханава та'аля, в Коране, в предыдущих аятах говорит. «О, пророк, мы видим, как ты иногда обращаешь свой взор на небеса в ожидании Джибриля, в надежде, что он принесет откровение обратить взор в сторону Каабы. Так пророк, алейхи саляту вассалям, ждал приказа от Аллаха. И именно об этом и говорит Аллах, субханава та'аля. «Мы видели, как ты поступал так». Далее говорит. «Несомненно, мы повернем тебя в сторону Кыблы, которой ты будешь доволен». Тут люди смогут подумать, что все это произошло только по желанию пророка, алейхи саляту вассалям. Да, это перемена, с одной стороны, желания нашего пророка, алейхи саляту вассалям. Но второй аят гласит, что это является истиной от Аллаха. «Это истина твоего Господа». И тем самым Аллах, субханава та'аля, показывает, что это произошло по воле Аллаха. В следующем аяте Аллах, субханава та'аля, вновь повторяет. «Откуда бы ты ни вышел, обращай свой взор в сторону мечети Аль-Харам. И где бы вы ни находились, обращайте ваши взоры в сторону мечети Аль-Харам. Поступайте так, чтобы у людей, мушрихов и иудеев против вас не было доводов». Однако среди них будут нечестивцы, которые будут приводить несостоятельные доводы. Тут затрагивается третий момент. Говорится о доводах неверующих. А каковы были их доводы? Иудеи говорили, «Он выступает против нас и в то же время обращается в сторону нашей кыблы». И если бы не мы, то у него не было бы кыблы. И он не знал бы, в какую сторону читать свой намаз. И поэтому Аллах, субханава та'аля, говорит, чтобы у них не было доводов против вас. Также мушрики говорили, «Он утверждает, что следует пути Ибрагима, алей-иссалям, следует его религии, но сам в то же время оставил дом, возведенный Ибрагимом, и читает свои намазы в другую сторону». Такими словами, они пытались вселить в сердца мусульман различные сомнения. Аллах, субханава та'аля, говорит, «Чтобы у неверующих людей не было доводов против вас». Таким образом, эти слова повторяются в третий раз, но уже затрагивается совсем другой момент. В первом случае они явились подтверждением того, что иудеи и христиане знали о том, что кыбла мусульман поменяется. Во втором случае было сказано, что перемена кыблы – истина от Аллаха. И в третьем случае Аллах опровергает доводы неверующих, христиан и иудеев против верующих. Во всех трех случаях рассматриваются три разных момента, поэтому Аллах, субханава та'аля, повторяет эти слова о необходимости обращения в сторону назначенной кыблы, и, следовательно, эти слова повторяются не просто так. Далее Аллах, субханава та'аля, говорит, «И не бойтесь их, не бойтесь их слов и их доводов, приводимых против вас, бойтесь меня одного». То есть мы не должны переживать по поводу того, какие доводы приведут неверующие и что они скажут. Наоборот, мы должны бояться только Аллаха, субханава та'аля, во всем. И, следовательно, во всех вопросах относительно кыблы или чего-то другого, Аллах, субханава та'аля, говорит нам, «Бойтесь не людей, а бойтесь меня». Нас не должно волновать то, что скажут люди, что скажет общество, что скажут одноклассники. Важно то, что скажет нам Аллах. Будет ли Аллах доволен нами или разгневается на нас? Вот что нас должно волновать и заставлять задуматься. Аллах сказал «Бойтесь не людей, а меня». Потому что вред или польза для нас зависит не от людей. Даже если все человечество соберется, то не сможет нам ничем навредить или принести нам пользу, если того не пожелает Аллах, субханава та'аля. Поэтому все переживания и мысли мусульманина должны быть заняты поиском довольства Аллаха. Мусульманин должен искать довольство Аллаха. Если Аллах будет доволен своим рабом, то Он сделает людей довольными им. А если человек ради достижения довольства людей навлечет на себя гнев Всевышнего, то Он – самый глупый и невежественный человек. «Бойтесь не их, а меня». Аллах, субханава та'аля, говорит «Я повелеваю вам это для того, чтобы завершить свое благо к вам и чтобы повести вас прямым путем, посему бойтесь только меня». В этом аяте сказано «Чтобы завершить свое благо». Этим Аллах, субханава та'аля, приводит еще одну причину своего веления относительно перемена Кыблы в сторону Каабы для того, чтобы завершить свое благо относительно именно этого момента, а не всех благ в целом. Потому что эти аяты были неспосланы в тот момент, когда пророк, саллиллаху алейху асалям, только-только переселился в Медину, а уже в последующем, когда до смерти пророка, саллиллаху алейху асалям, оставалось короткое время, около одного месяца, если не ошибаюсь. Аллах, субханава та'аля, ниспослал аят. «Я сегодня завершил свои блага». В рассматриваемом нами аяте Аллах, субханава та'аля, говорит, чтобы завершить свое благо. Тогда почему получается, что если в этом аяте Аллах уже завершил свое благо, но ближе к концу жизни пророка, алейху асаляму асаляму асаляму, он опять говорит «Я завершил свои блага к вам». Все дело в том, что здесь речь идет о благе, связанном с кыблой, и о его завершении. То есть у каждой вещи есть свое завершение. Например, есть хадис, передаваемый от пророка, алейху асаляму асаляму асаляму. Этот хадис приводит имам Табарани. Завершением всех благ является рай. Также есть слова, сказанные Али, да будет доволен им Аллах. Завершением благ является уход из жизни верующим, что означает, если человек покинет этот мир, будучи мусульманином, то все блага для него будут завершены. Иными словами, если человек войдет в рай, то по причине его смерти в исламе, и если он войдет в рай, это означает совершение благ для него. То есть слова, сказанные относительно кыблы и намаза, и не подразумевают собой завершение всех благ в целом. Подобные вопросы могут возникнуть у некоторых людей. Почему Аллах сказал, чтобы завершить свои блага? В тот момент, когда пророк, алейху асаляму асаляму, переселился в Медину. Получается, что все блага завершились с переменной кыблы. Но почему ближе к концу жизни пророк, алейху асаляму асаляму, Аллах еще раз сказал, «Я сегодня завершил свои блага». Подобные недоумения могут возникнуть у многих людей. Аллах Субхану Ат-Аля не спасал Коран и сделал совершенную религию. Это завершение блага Аллаха, целью которого было указать людям прямой путь и наставить их на истину. Но относительно каждого человека индивидуально блага завершаются в тот момент, когда человек, прожив жизнь в соответствии с велениями Аллаха, умрет верующим, и Аллах ведет его в рай. Однако если человек умер в неверии, то для него закончатся блага земной жизни, но это не принесет для него никакой пользы в вечности. Поэтому эти два момента никоим образом не противоречат друг другу. Далее Аллах Субхану Ат-Аля говорит, В 151-м аяте Аллах говорит, «Также мы отправили к вам пророка, пророка из вашей среды, который будет зачитывать вам наши аяты, который очистит вас, научит вас писанию, мудрости, а также научит вас тому, что не было вам известно до этого». Возникает вопрос, как понимать слово, а также в этом аяте. Что же тогда было до этого? Смысл этого слова связан с предыдущим. В предыдущем аяте говорилось о завершении блага. И следующий аят гласит, «А также мы отправили к вам пророка». С другой стороны, Аллах Субхану Ат-Аля показывает то, как две мольбы дуа Ибрахима алейиссалям были приняты им. Так утверждают наши имамы муфасиры. Ибрахим алейиссалям во время возведения им Каабы сделал два дуа. Первое, «Господь мой, отправим пророка из их среды». И второе, «Сделай нас мусульманами и сделай мусульманами наших потомков, которые будут поклоняться только тебе и станут твоими любимыми рабами». Теперь, если выше Аллах Субхану Ат-Аля говорил, «Я назначил вам Кыблу, показал вам свою религию для того, чтобы завершить свои блага к вам и для того, чтобы вы были на истине». А в этом аяте Аллах Субхану Ат-Аля говорит, обращаясь к арабам, «Я отправил к вам посланника из вашей среды». То есть, два дуа. Первое, «От потомков Ибрахима алейиссалям выйдут люди, которые будут на истине». Эта дуа Ибрахима алейиссалям была принята. И ответ на второе дуа в том, что из их среды выйдет пророк. Аллах Субхану Ат-Аля говорит, «Мы вывели праведных и верующих рабов из потомков Ибрахима и в качестве ответа на второе дуа вывели пророка из вашей среды». Какие обязанности были возложены на этого пророка? Первое, «Он будет читать им наши аяты». Далее, «Будет очищать вас». Слова «будет очищать вас» означают, что он покажет путь к духовному очищению. Познанием пути духовного очищения занимается наука Ихсан, что подразумевает духовное очищение, очищение от грехов. Все вы знаете, что религия Ислам состоит из трех основ. Иман, Ислам и Ихсан. Иман – это вера, которая находится в сердце человека. Ислам – это деяния и поступки. А Ихсан – это борьба человека со своим нафсом и духовное очищение. С другой стороны, это является обязанностью пророков, чтобы очистить вас. То есть, он сначала показывает путь очищения своим собственным примером и обучает нас этому. А далее, уже человек сам должен прилагать усилия, чтобы придерживаться этого пути и очищать свой нафс. Аллах Субхану Ата'ала говорит, «Преуспел тот, кто очистил свой нафс. А тот, который запачкал его, тот окажется понёсшим убыток». Также ещё одно значение слова, который преумножит вас, то есть он будет призывать вас к истине. Аллах вложит в сердца людей понимание, и таким образом их число будет увеличиваться, то есть одно из значений слова «преумножаться». Аллах Субхану Ата'ала в Коране говорит, «Вас было мало, Аллах увеличил ваше число». Вы были в меньшинстве, но потом Аллах увеличил вашу численность, то есть таким образом количество мусульман увеличится, и Ислам распространится на весь мир. Он не просто будет читать вам книгу, он будет обучать вас ей. Он будет читать книгу, будет доносить аяты, а когда люди услышат их, сердца их откроются, и они последуют за истиной. Вместе с тем, пророк Али-Иссаляту Ассалям будет обучать людей Корану и мудрости. Имам Аш-Шафи, рахимахуллах, относительно словом «мудрость» сказал, «Мудрость – это хадис». Хадис – это сунна пророка Али-Иссаляту Ассалям, ведь пророк Али-Иссалям сказал, «Я оставляю вам две вещи – Коран, книгу Аллаха и мою сунну». Они являются главными источниками доказательств для всех мусульман. Книга Аллаха сунна пророка Али-Иссаляту Ассалям и далее, если возникают вопросы относительно шариатских хукмов, идут иджма и кияс, для которых есть доказательства из Корана и хадисов. Пророк будет обучать людей мудрости, будет учить их быть мудрыми и доносить религию также с мудростью, делать религиозный призыв с умом, и всему этому обучил нас пророк Али-Иссаляту Ассалям. Сначала он показывает нам на своём личном примере, а потом даёт подробные разъяснения. А если кто хочет узнать то, каким прекрасным наставником был наш пророк Али-Иссаляту Ассалям, какие прекрасные способы и методы он использовал в своём наставничестве, то пусть прочитает, к примеру, книгу шейха Абу-Фаттаха Абу-Гудды «Пророк-Учитель». В этой книге он, опираясь на хадисы и жизнеописание пророка Али-Иссаляту Ассалям, показывает, каким мудрым учителем и наставником был наш пророк Салляллаху Али-Иссалям для своей уммы. И тот человек, который прочтёт эту книгу, поймёт смысл аята. Он научит вас мудрости. Научит вас тому, о чём у вас не было до этого знаний. То есть люди не знали многих вещей до прихода пророка, особенно того, что касается религии. Поэтому они были в заблуждении и не могли найти истину. Пророк же Али-Иссаляту Ассалям научил этому людей. Здесь показано, что до прихода пророка Салляллаху Али-Иссалям люди пребывали в джахилии. Джахилия – это невежество. Люди были до того невежественны, что не знали, как нужно поклоняться Аллаху. А учение Иса Али-Иссалям уже в то время было искажено, хотя призыв Иса Али-Иссалям не был предназначен для всего человечества. Наш пророк Салляллаху Али-Иссалям говорил, каждый пророк был отправлен для своей общины, а я был отправлен для всего человечества. Таким образом, люди были в заблуждении, не знали многих вещей, особенно того, что касается Аллаха, его религии, а пророк Салляллаху Али-Иссалям научил их всему этому. То есть, это были не такие знания, которые постигаются разумом и размышлениями. Эти знания передавались людям через откровения, а в отсутствие откровения людям такие знания были недоступны. Пророк Салляллаху Али-Иссалям пришёл и научил людей всем этим знаниям. Далее, в 152-м аяте Аллах Субханава Тааля говорит обо всём, что Он дал людям. Даровал и завершил свои блага, отправил пророков, и вместе с тем, дополния предыдущий аят, сказал, «Помните меня, Аллаха, я тоже буду помнить о вас. Будьте благодарны мне и не впадайте в неверие». На этом завершим урок, а толкование этого аята мы, иншаллах, будем разбирать на следующем уроке. Субханава Тааля Субханава Тааля